Всем привет! У меня появилось внезапное вдохновение снимать видео, и пока это вдохновение так же внезапно не пропало, я решила быстренько вам кое о чем рассказать, повествовать, так сказать. В общем, в последнее время стало очень-очень-очень модно покупать себе хомяков, других грузинов и все подобное. У меня были хомяки, когда мне было лет 7-8. Это единственное фото хомяков, которое у меня существует. Прошу игнорировать мое лицо. Вот хомяки. И у меня связано с этими хомяками немало историй. Очень-очень грустных историй и даже таких нормальных средних историй. В общем, в этом видосе я вам расскажу про эти истории, и после них вы подумаете, покупать вы хомяков или нет. И да, название это не кликбейт. Началось все с того, что моя сестра купила нам карманные деньги себе хомяка, потом мама решила купить клетку, и в итоге жил у нас один хомяк. У хомяка не было имени, звали его папа-хомяк. Ну, а потом решили, что это нам одному хомяку делать, наверное, ему скучно, надо купить ему друга или подругу. И мы купили ему маму-хомяка. Папа-хомяк был очень добрый, он всегда давал себя гладить там, все такое, на руки брать. Мама-хомяк нет, мы ее вообще никогда не трогали, потому что она была очень истеричной личностью. Ну, в общем, вот, были у нас эти два хомяка. И среди с этим начали появляться очень интересные истории. Во-первых, я своей очень-очень тупой детской головой, напомню, мне было лет 7, решила взять этого хомяка и пойти на мост. То есть у меня здесь в районе есть пруд, и через пруд есть небольшой мост, и он очень-очень поломанный. То есть там опасно находиться даже детям. И я решила взять этого хомяка туда с собой. Зачем? Я не знаю. У меня, слава богу, была сумка такая, типа поясная, куда я его ложила, и немножко открывала молнию, чтобы он мог дышать. Я не знаю, это так тупо. Я реально сейчас думаю, зачем я это делаю. Но все обошлось, я вернула его домой, и он был целым и невредимым. Эти хомяки очень часто убегали вдвоем из клетки, не пойми как. Клетка была реально железная, нормальная такая, и они все равно убегали из нее. И прикол в том, что мы постоянно находили их в диване. То есть мы разбирали диван, и они как-то забегали туда вовнутрь. И то есть всегда, вот когда мы открывали диван на утро, то там были хомяки, они еще брали с собой очень много опилок, очень много еды, и они как будто там свое второе собственное гнездо сделали. Ну и вот, спустя какое-то время, как у нас были эти хомяки, они решили начать спариваться. Но это как бы природный процесс. И поначалу, когда у нас рождались маленькие хомячки, то мы их сдавали в тот же магазин, где покупали хомяков. У нас брали хомяков там по какой-то очень маленькой сумме. Примерно за 100 рублей за одного хомячка, как-то так, у нас их покупали. Вот, но в один момент мы пришли туда в магазин с хомяками, и нам сказали, что мы не можем их взять, у нас так очень много хомяков. И мы такие, лол, ладно. И я решила распродать эти хомяков всем своим друзьям во дворе. Всем детям, которым, как и мне, было по 7-8-9 лет, примерно так. Я продала их тоже, там примерно по 150 рублей каждому. И в итоге на следующий день мне все сказали, что у всех хомяки сбежали. Печально, ребята. Пожалуйста, не отдавайте своих хомяков друзьям, если у них нету клетки. Еще одна достаточно интересная история, это то, что какашки у хомяков, как у мною грызунов, такие маленькие, очень маленькие коричневые. И, в общем, существуют такие хлопья. Я до сих пор их называю хлопья хомячей какашки. И у нас дома были такие хлопья, и я решила пранкануть своих друзей. Я взяла эти хлопья, я их посыпала рядом с клеткой, и такая, о, смотрите, ем какашки хомяков, и ела их, и все сходили с ума. В общем, это вам такой идея для пранка, в общем, если вдруг у вас уже есть какие-то грузыны. Ну, в общем, ладно. Теперь мы передвигаемся к стрэшу. Наверное, на этом даже все позитивные истории закончились, потому что сейчас начинается элементарный стрэш. У нас рождались именно хомячки, наверное, раза 3-4, примерно так. И всегда случалось то, что мы всегда, когда чистили клетку, находили на дне клетки голову, одну только голову какого-то маленького хомячка. То есть хомяки съедали самого маленького. Поэтому, если вдруг, почему я так разговариваю, если вдруг вы покупаете хомяков, то не удивляйтесь, они едят своих детей. Природный процесс. И такое было постоянно, и я помню четко, как я видела голову одного маленького хомячка. Это было ужасно. Теперь мы передвигаемся к самому дикому трэшу на свете. Когда мне было лет 7, я прихожу с первого класса, наверное, со школы или садика домой приезжаю. Я не помню, сколько у меня точно лет было. И подхожу к клетке хомяка. На тот момент мы отделили папу хомяка от мамы хомяка с детьми. И папа хомяк жил на верхнем этаже клетки, а мама на нижнем, вместе с детьми. Потому что они то дрались, то еще что. В общем, решили, что это будет рациональное решение. И я прихожу к этой клетке, и вижу то, что папа хомяк свисает с этой клетки. У него одна только лапка свисает на другую сторону клетки, и сам он лежит и не двигается. И лапа у него отгрызана. Я плакала. Я очень долго плакала. После этого у меня была паника, потому что мама хомяк отгрызла лапу папе хомяку, и он истек кровью. Это животный мир, ребята. Это жесть. После этого я похоронила хомяка, и было очень грустно. Но прикол в том, что еще на следующий день ни клетки с хомяками, ни мама хомяка с другими детками просто не было у нас дома. И прикол в том, что я до сих пор не знаю, что с ними случилось. Возможно, их мама выпустила. Возможно, сдала в магазин. Но мы не можем это точно знать. Это были мои самые классные истории про хомяков. И после этого вы теперь задумаетесь, хотите вы себе хомяков или нет. Потому что они едят друг друга, они едят детей. Они мягкие, пушистые, но жесткие, ребята. Спасибо за просмотр. Ждите новых видео. Пока.